В этой программе мы познакомимся с вами с группой пород собак Терьеры. Изначально их создавали для того, чтобы охотиться на норных животных и бороться с грызунами. Кроме того, мы вживую увидим представителя такой редкой породы, как хиллер. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Мария. Елена, расскажите, куда мы сегодня приехали, что у вас за питомник, клуб, как называется? Я президент московского клуба, кинологическая организация. Называется она Гернес. Мы занимаемся разными породами собак, практически всеми, что есть в России. Но сама дома я держу, конечно, не все породы, а некоторые, в том числе и достаточно редкие, которых я вам сейчас покажу. Да, а расскажите вообще, вот как ваш клуб начал свое существование? Ну, мне всегда нравились собачки, нравились выставки, заниматься дрессировкой. И так вот одно к одному, одно к одному и решили организовать клуб. А почему бы не сделать клуб? Да. Елена, ну, я думаю, что мы можем сказать нашим телезрителям, что у нас с вами будет не одна программа, а целых две, да, и посвящена они будут некрупным породам собак. Да. Вот, Мария, заходите. Спасибо. Ой, спасибо большое. Холодно, давайте... Ой, шумно и шумно. Пойдемте сразу. Пойдемте в дом. Знаете ли вы, что терьер в переводе с французского означает «нора». Изначально терьеров использовали как собак-крысоловов на конюшнях и складах. Потом терьеры завоевали популярность у охотников. Собаки преследовали добычу под землей в норе. Разные породы терьеров выводились для охоты на разных зверей. Лисы, выдры, барсуки. Сейчас насчитывается около 30 разновидностей этой группы породы собак. Насташа, вот мы в тепле в доме. У нас Джек Рассел терьер, правильно? Как его зовут? Его зовут Лучик. Ну, домашнее имя Лучик. Лучик. Я знаю, что у вас, в принципе, с этой породой началось, наверное, такое серьезное занятие, да, собаками? Ну, нет, ну, не совсем с этой породы. Первая порода вообще, которая у меня была, ну, в жизни, там, в молодости, это был немецкий док, если так уж, да. Ага. Вот. Крупная порода собака? Да, крупная порода, но тогда выбор был небольшой. Это были конец 80-х годов. Выбор пород не такой был калейдоскоп, как сейчас. Было доступно всего буквально вот на пальцах одной руки. Можно было сосчитать собаки, которых можно было приобрести. У меня была девочка, мы ходили на выставки, в общем, вязали ее тоже. И так вот я так втянулась в собачий мир, в собачью тусовку. И заинтересовали выставки, в общем, как бы с этого все началось. Джек Краслел-терьер. Сколько лет вы уже занимаетесь этой породой? Самому старшему Джек Краслелу у меня 8 лет. И, ну, вот, 9-й год, так сказать, они радуют меня. Все мои Джек Краслелы, которых вот первых я привозила из-за границы, все они пока еще, слава богу, живы, здоровы. Вот. И радуются своим веселым характером. Характером. Вот хотела, кстати, о характере поговорить. Что это за собака, да? Помимо того, что это терьер, соответственно, она норная, охотник. Ну, знаете, Маша, я бы сказала так. Тот, кто планирует охотиться и вот хочет действительно рабочую собаку, я не думаю, что есть смысл заводить именно Джек Краслела. На самом деле много других собак, которые, так сказать, более темпераментны и имеют такую более развитую злобу к зверю. Джек Краслел все-таки более компаньон. И я считаю, его и любимое, так сказать, занятие, кого ему нравится ловить на самом деле, это крысы. Да, да, действительно. Вот, поэтому так любят их заводить. И, в общем, лошадники они очищают конюшни от крыс. И, в общем, для борьбы с грызунами. Это альтернатива кошке, если вдруг на кошку аллергия. Ну, примерно да. Одна из самых старых пород английских охотничьих терьеров – Джек Краслел Терьер. В конце 18 века эти маленькие собачки играли важную роль в охоте на лис. Нередко лиса, преследуемая фоксхаундами, и кавалькадой всадников ныряла в спасительную нору. И именно в этот момент использовали небольших Джек Краслелов. Главная задача собачки была выгнать из норы лису, чтобы охота продолжалась. Когда нужно заняться воспитанием Джек Краслела, чтобы он не превратился в такого маленького демоненка? Демоненка. Ну, значит, про демоненка. Конечно, по большей части, в принципе, Джек Краслел достаточно адекватный и легко обучаемый. Тут, конечно, бывает и у, так сказать, владельцев, ну, определенные трудности, что они просто, ну, первая собака, вот, завели Джек Краслела, не знают, как управляться с ней, и, так сказать, ну, в какой-то момент упускают. Но еще также очень серьезный, я считаю, недостаток – это когда берут щенка, ну, просто вот, как бы, неизвестных линий, неизвестно, так сказать, от кого. Когда вы покупаете собаку выставочных линий, вот, ну, от титулованных родителей, чтобы не только был отец титулованный, но и мать, это уже подразумевает то, что родители вашего щенка полностью адекватные и не агрессивные, и хорошо обучаемые, раз их, в общем, ну, смогли сводить на выставку не один раз и, в общем, какие-то титулы получить. Да, это вот именно гарантия, так сказать, хорошего темперамента, хорошего… Хорошей психики. Хорошей психики, да. Ну, а, как бы, так как порода сейчас была очень популярна, и… Был прям взрыв, да. Взрыв, да, да, да. И, конечно, ну, как бывает со всеми породами, ну… Намешали. Да, очень был большой спрос, да, в общем, привезли очень много некачественных собак из всяких там стран, вот, без документов, все это, в общем, использовалось, и, конечно, вот, больше всего проблем с, ну, с поведением, поведенческих проблем именно с такими собаками. Хорошо, мы взяли щенка от титулованных родителей, воспитывать ее надо, нужно с этим на площадку. Обязательно. Ну, на площадку, не на площадку, конечно, если у вас лично, вот, был опыт содержания какой-то собаки, и, может быть, вы с ней посещали дрессировочную площадку, тогда с Джек Расселом, ну, не нужно конкретно идти вам на площадку. Но если Джек Рассел у вас первая собака, и вы, так сказать, тоже начинаете только вот, ну, постекать азы, так сказать, управления собакой, то, да, я бы посоветовала обязательно пойти записаться на площадку, и хотя бы, ну, не на площадку, можно просто несколько платных уроков, ну, с кинологом взять, и не то, что даже там, может быть, на собаку поверять, просто вас научат, как с ней обращаться. Как ее понимать. В настоящее время Джек Рассел Терьер очень широко распространен в Великобритании, как охотничья, фермерская собака и компаньон. У него может быть как жесткая, так и гладкая шерсть. После Второй мировой войны эти собаки попали на континент. Особенно ценили породу верховые охотники. Два первых представителя породы появились в Москве лишь в 1999 году. Я знаю, что эта порода прекрасно подходит для занятий спортом с собаками. Ну, Аджилити, да, Клоджилити? Ну, Аджилити, кстати, больше шпицов бегает в Аджилити. Да? Да, да. И у нас несколько лет был чемпионом мира именно шпиц белого окраса, да. Нашу страну, так сказать. Показывает. Показывал и прославлял. А Джек Рассел? Помимо крыс, какие еще у них? Фрисби. Фрисби, да, да. Фрисби. Прыгучесть они как раз. Прыгучесть очень хорошая, да. И, в общем, ну, кто-то водит вот на притравочной станции. Это же тоже, соответственно, ну, такой своего рода спорт занимаются. Тоже можно. Еще я заметила, что у вас Джек Расс очень небольших размеров. Они бывают разных размеров или как? То есть потому что в городе, да, я, например, зачастую вижу Джек Расс, но чуть ли не ростом шарпи. Нет, ну, Мария, конечно, с шарпей Джек Рассел никак не может быть ростом. И существует вообще жесткий стандарт роста. Джек Рассел – это до 30 сантиметров, и Парсон Рассел – чуточку выше. Различаются они ростом и также форматом. Джек Рассел – чуточку удлиненный корпус. Парсон и Парсон Рассел – квадратного формата. Может, вам попадались Парсоны или вам попадались просто какие-то вот, ну, на волне популярности породы, как бы, ну, что попало, купили. А вообще, почему вот такая волна была на этих собаках? С чем это связано? Ну, говорят, я, конечно, не знаю, говорят, что посмотрели фильм «Маска», и все захотели такую собаку. Мне трудно, конечно, что-то иментировать. Может быть, потому что в «Маске» он был очень очаровательный. Тут уж... Ну, тоже там трудный ребенок, два. Да-да-да-да, шпана такая. Ну, в принципе, то и получили шпану. Да-да-да. Ну, такая достаточно крепкая порода, таких особых заболеваний нет у нее. Я бы не сказала, что какая-то, в общем, ну, такая вот наследственность, как некоторые породы есть, вот там, ну, прям породные черты. Нет. Ну, крепкая и легко содержать, опять же-таки, в квартире. Но нужно время для занятия с этой собакой. С ней нужно гулять. Ее нужно как-то выбегивать. Да, хорошо с мячиком она, за мячиком хорошо бегает. В общем, да. Хорошо, это не все. У нас еще, еще две породы, да? Следующая-то, о ком мы с вами поговорим, кого вы нам покажете? Следующую породу я хочу вам показать просто свою звезду. И, так сказать, ну, очень нравится мне эта порода. Австралийский кэтлдук. Еще называют их хиллер. Да, давайте. Довольно редкая порода в России. И мы вот купили мальчика в Чехии. Ну, может, вы мальчика приведете? Да, можем. Давайте. Ну вот, у вас на руках то сокровище, то редкость. Расскажите про эту породу, потому что они вообще мало информации. Что это, кто это, для чего это и кем это создано? Ну, это порода родом из Австралии. Тоже, так сказать, когда вот в Австралию массово приехали, так сказать, люди, и потребовалась порода для помощи в пасть без скота. И выводили, ну, какие-то собаки не могли там в климате ужиться, что-то как-то. Выводили такую породу, чтобы была крепкая, крепкого здоровья. Использовали там крови и шотландской овчарки, и долматина, и даже австралийской дикой собаки-динго. Ну, что? Ну, на динго она похожа. Ну, какие-то, да, есть черты. Части, да, да. Черты есть. От долматины им досталось то, что щенки этой породы рождаются абсолютно белые, как и долматины. И только, ну, с возрастом, там, к месяцу приобретают, вот, ну, пятнышки, краб по всему телу. Каких окрасов они бывают? Вот, один? Да, ну, такой окрас вот голубой, и бывает еще окрас рыжий. Ну, он смотрится как коричневый. Ну, такой у меня нет. Может ли она охранять людей? Ну, как овчарка ее, конечно, можно этому обучить. Хорошо поддаются дрессировке, да. И, ну, такой темперамент достаточно, характер твердый, и на защиту обучить легко. Еще они такие мощные. Мне очень нравится, я просто влюблена в эту породу. В нашей России их немного. С чем это связано? Ну, опять же таки, вот, порода недостаточно редкая. Она вообще давно в нашу страну-то завезена была? Трудно сказать, я думаю, что нет. Вот. Довольно недавно. И я покупала собаку в Чехии. Угу. Из Чехии? Он приехал к нам из Чехии. Понятно. А у нас сейчас что с поголовью? Ну, так сказать, в прошлом году мы были на выставке «Россия» было две собаки. И в этом году мы ходили на «Россию», была одна собака только моя. И все? Да. Немного? Да. Даже не узнать, сколько щенки ее стоят, да? Ну, в среднем. Ну, средняя цена, как, в общем, на всех породистых собак. Я, ну, не знаю. От? Ну, наверное, в районе тысячи долларов. Тысяча долларов-тысяча евро. Понятно. В общем, все так у нас породы и стоят. Ага. Ну, так как собака, наверное, совсем молодая, тут же есть какие-то породные признаки. Вот помимо окраса. Что еще у них? Вот именно характерны только этой породы. Хвост у них какой-то необычный, да? Ну, в Америке им вообще хвост купируют. В Америке она довольно популярна, кстати, эта порода. Американцы ее давно любят и, в общем, ну, успешно разводят. А там они в качестве кого? Компаньора или охранника? Да, да. Ну, в основном компаньона. Можно ли эту собаку содержать в квартире? Ну, я бы не советовала эту собаку держать в квартире. Потому что, ну, если вы не профессиональный дрессировщик, то вам будет очень жарко. Устает, поэтому жарко. Ну, может, чуть-чуть его посадим. Вот так вот, да, вот так вот. Если вы не профессиональный дрессировщик, то в квартире с этой собакой вам могут возникнуть какие-то сложности. Потому что собака мощная, активная, ей требуется хороший тренинг, и чтобы занятия были ежедневные. Если этого не будет, да, то, возможно, и какие-то, ну, может, и ущерб вашему дому принести. То есть будет энергия, да? Двери, обувь там, да. Энергию нужно, в общем, тратить. Энергии много, и ее нужно применять. А к другим собакам как она относится? Как к членам семьи относятся? А эта собака одна у владельца? Нет, нет. Практически, как многие овчарки, эта собака, ну, хозяев любит практически, ну, всю семью. И, ну, вот у нас кобель, конечно, к другим собакам, он относится, ну, он смотрит сначала. И, так сказать, если он чувствует, что есть возможность ему подоминировать, он воспользуется обязательно. То есть умный. Да. Ну, доминантный, умный, да. Такой, ну, хочет, в общем, хочет быть главным. История хиллера связана с освоением малонаселенного и необжитого района Австралии, штата Новый Южный Уэльс. Эта порода предназначена для сопровождения скота во время перегона его на рынок. Кроме коров, австралийская овчарка умело управляется с лошадьми, козами и даже утками. Австралийская скотогонная собака чрезвычайно неприхотлива и вынослива. Она смелая, решительная и всегда активна и готова к работе. А здоровье какой это породы? О, про здоровье этой породы мы можем прямо задержаться на этом особенно. Порода-долгожитель занесена в книгу рекордов Гиннесса. Собака этой породы прожила 27 лет. Это прямо установленный факт. Вот это да! Так что, в общем, будем надеяться, что с здоровьем они довольно крепкие. Это реально круто! Он много ест? Как я, примерно. Такого до священия не было. Ну, хорошо. Ну, тогда эту редкую собаку-долгожителя. Надеемся, что да. Да, да, отпустим на волю. У нас осталась еще одна небольшая собака породы. Норвич-терьер. Снова англичанин. Да. Австралий и опять англичанин. Да, да, да. Ну, хорошо, тогда давайте за ними. Да, идем, Мария. Идем. Размеры собак данной породы достигают максимум 58 сантиметров в колке. Акрас шерсти австралийской овчарки может быть различным. Однако наиболее распространенными вариациями являются мраморно-красный или мраморно-голубой. Характерный признак породы – двойная шерсть, ось и густой подшерсток. Благодаря такому строению собаки этой породы линяют всего раз в год. В каком веке тогда его вывели? Ну, тоже порода, в общем, многих терьеров, так сказать, вывели англичане. И это тоже собака-компаньон, она жила, ну, рядом с человеком, охраняла тоже жилище от грызунов. Такая, ну... Норная, да? Норная, да. Норный терьер некрупный. Они чем-то похожи на йокшеское терьер? Ну, разве что только бородатой мордочкой. Конечно, не такие изнеженные, как йорки. Это такой, ну, скажем, среди терьеров просто людин. А почему? Тяга, нет. Ну, такое крепкого здоровья, вообще крепкого сложения, уход за минимальный. Это очень плотная шерсть. Шерсть плотная, и она тримингуется. В принципе, вот дома, ну, собака, так сказать, не линяет. Ее нужно триминговать, и так шерсти мало. Ты сёц... Это у нас две девочки, да? Да, это у меня на руках Нора, а это Жужа у вас на руках. А, Елена, да скажите, а почему вот эту породу решили завести? Ведь такой, ну, говазь, я не боюсь, как собак. Судя по тому, что, разумеется, значит, есть веселая история. Да, да, история очень веселая. На самом деле, эта порода понравилась моей подруге. И она просила меня узнать, где можно купить такую собаку. Мы нашли питомник в Венгрии. И, ну, шел разговоры, ну, о покупке щенка. Мы-то вели переговоры, так сказать. И я не хотела. И потом они предложили двух щенков. И вот подруга взяла одного, а я что-то так загорелась. На фотографии не понравилось, я взяла второго. Это вот были первые наши две девочки. Мы их довольно успешно выставляли. Получили им титул, чемпионов. Ну, вот. Ну, также были какие-то щенки от них. Вот. Ну, а потом уже все остальные. Почему они пользуются популярностью? Не пользуются популярностью? Ну, потому что их редко, где можно увидеть, они не снимались в фильме «Маска». Ну, да, в отличие от Джекраса Андреева. Да, да, да. Вот. Им не так повезло. Ну, некоторые вообще знают их и, как бы, ну, интересуются. Акрасом они бывают. Вот два стандартных окраса. Рыжий, как у вас, и чепрачный. Как они себя ведут вот с семьей? Ну, они не такие, не требуют так навязчивого вашего внимания, как Джекраса, который, если вы не обращаете внимания, он может подойти, корябать вас, лапкаюсь, такое. Норвич, он все-таки такой, ну, более, скажем так, характером, более такой скромный. И она, конечно, будет так смотреть своими глазками, ну, как даже хозяин-то. Заметишь, что есть, да? Да, да, да. Один из самых маленьких терьеров – норвич-терьер. Эта порода происходит от маленьких рыжих и черно-подпалых норных собак, предками которых были йоркширские и ирландские терьеры. В народе их часто называют кембриджским терьером, так как в 80-е годы 19 века у студентов одноименного университета считалось особым шиком иметь эту собаку. И в те времена норвичи имели практическое применение. Часто они истребляли крыс, которых было очень много на территории университета. Большое поголовье? Вот вы сказали, что редко их встречаются. Нет, в России тоже их немного. Ну, конечно, это в разы большее поголовье, чем, допустим, мы говорили о хиллерах и о пуле. Намного их больше. Но не так, что вот прям на каждом шагу, чтобы встречать. Не такие, в общем, популярные. У вас часто вообще щенки бывают? Нет. Ну, ввиду того, что порода не очень популярная. А всех не оставишь? Да, всех себе не оставишь. Я вяжу, когда уже конкретно, ну, или хочу что-то оставить для себя, интересная комбинация, или кто-то вот из знакомых, там, когда есть какой-то заказ на щенка, тогда мы повяжем. А так, в общем, бывает, что можно и до шести месяцев искать, так сказать, надежные руки для норвича. Собаки, да? А сколько щенков у них рождается? Ну, это трудное дело. Но это не многоплодная порода. Бывает, что и два, и три, и четыре. Ой, ты меня облизываешь. Они вообще любят проводить время с хозяином? Или они вот живут в своем мире? Нет, конечно, любят проводить время с хозяином. Это просто уже такие собаки взрослые. Ну, и они, конечно, как вам сказать, с вами не знакомы, поэтому тут камеры, и они, ну... Стесняются. Да, 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 на самом деле именно правильное слово, так даже застеснялись, потому что, ну, для них такая обстановка, конечно, не типичная. Вот, такое внимание пристальное и с камерами. Ну, вот, Жужа у нас, она вообще домоседка, а Нора у нас путешественница, она была в Молдавии на выставке и в Украине. В общем, в прошлом году мы с ней довольны, таки много поездили. А вот шерсть, вы говорите, тримминговать, ее просто стригут или что? Нет, нет, ну, эта шерсть выщипывается, так вот, ну, можете даже попробовать, она уже пора, да, 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 ей пора, как раз ее пора тримминговать, и легко совершенно она отщипывается. То есть ее выщипывают, она становится менее объемная, да? Да, да, да. А здоровье, как вы, может, сказали, хорошее, а веселые истории связаны с ними были? Веселые истории? А они кого-нибудь съели, поймали. Нет, таких ужасов не было. История про Норвича, мне кажется, такая вот, как-то, ну, у меня их несколько. Рассказывайте все. Нет, несколько Норвичей. История одна. Практически для всех одна и та же. Этих собачек почему-то часто укачивает. Ну, вот, то есть, когда я начинаю, ну, возить на выставку, там, в город, ну, чтобы приучить ватку гулять, постоянно их укачивает. Вот. То есть это не машинная собака? Нет, с возрастом это проходит. Я вожу, ну, в переноски пластиковые, там, застилаю все это впитывающими пеленками. Ну, вот, как правило, ну, начинается с того, что укачивает. Потом где-то годы перестают. Вот длительная поездка, когда была, ну, она уже, так сказать, обратно ехала, все, привыкла к массовой болезни и не возвращалась. Ну, так вот часто бывает, что укачивает, не знаю, с чем связано. А вот то, что охотник, как это вот эти гены о себе в них говорят? Ну, у них совсем не говорят. Все тяжко, да? Да, да. Ну, опять же, если они встречают на улице грызунов, они с удовольствием. За ним побегают. Не то, что побегают, а у нас, в общем, они, ну, и успешно охотятся, вот. А так, ну, специально на притравку, я даже что-то не помню, чтобы с ним ходили. Уже это декоративная собака. Рабочего класса у них нет. Если вот Джек Расселов есть на выставке, и такой класс с рабочим дипломом мы можем ставить в рабочем классе, то наручения. Это уже декоративная собака стала. Большое спасибо за это путешествие в мир терьеров и хиллеров. Необычно красивая собака. Этих я тоже, кстати, вижу первый раз живых. У меня сегодня день открытий. Очень славный. Мне, знаете, хочется сказать, что они несправедливо забыты, потому что вот для дома прекрасная собачка. Да, прекрасная собака, я тоже так считаю. Не линяет, не такие вот, как вестики белые, они склонны к аллергии белой вестхайленды. Это крепкого здоровья, не аллергики. Такая хорошая рабочая собачка, рабочая, живучая, надо правильно сказать. Спасибо большое за то, что вы нас с ним познакомили. Спасибо вам, Мария. Приходите еще. Хорошо. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.